Плей-офф. Трудное время для волейболистов Суперлеги. Все привыкли работать по максимуму, но сейчас мы немножечко решили разбавить атмосферу и придумали нечто интересное. Мистер Эсвентицкс. Мистер Щук. Персональные тренировочные листы получены, усиленный режим тренировки запущен. Иначе никак. Плей-офф не терпит пощады. А проигрыш в полуфинале Кубка России заставляет действующих чемпионов страны учитывать печальный опыт при подготовке к главным матчам сезона. Ты шел-шел, и вот сейчас вот тот самый этап, в котором, ну, ради чего это все и делается. Мы в первую очередь готовимся показать максимальный уровень именно своей игры. Благодаря определенной работе в тренировочном зале подтянуть свой физический уровень, потому что впереди на самом деле игры на выживание. Видим своим соперником самих себя. Дамы и господа, впервые за всю историю российского волейбола будет сейчас невероятная битва умов и креатива. Встречайте на ринге Цветан Соколов и Лаури Керменен. Финский либера Лаури Керменен и болгарский диагональный Цветан Соколов в России уже давно свои. Оба давно полностью адаптировались в бытовом плане и даже неплохо разговаривают по-русски. Именно поэтому мы решили немного отвлечься от напряженной атмосферы плей-офф и провели батл легионеров Динамо на знание России. Но без характеристики участников батла, конечно же, не обойтись. Тут все уже понятно, да? Он веселый, улыбчивый, позитивный и профессионал в первую очередь. Ноуфин веселый. Он хороший товарищ, друг. Самый безбашенный финн, которого я знаю. Он всегда шутит, всегда на позитиве. Когда у нас на тренировке играет музыка, он может даже начать танцевать. Лаури Керменен – один из лучших либера в мире. Не щадя себя, летает по площадке, спасая самые трудные мячи. И именно ему звонит Илья Власов после каждого зрелищного розыгрыша. Ну, это, наверное, опять же показывает его профессионализм и любовь к своему делу. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, каждый, кто уважает в первую очередь волейбол и свою работу, то будет как Лаури прыгать, падать, разбиваться и не жалея свое здоровье. Финский легионер стал одним из самых популярных и любимых игроков среди болельщиков Суперлиги. Однако Лаури дает интервью крайне редко, и личной информации в открытом доступе мало. Но вот почему Лаури всегда выходит на площадку с жвачкой, теперь, кажется, мы знаем. Я думаю, он амбассадор просто какой-то фирмы финской. Лук он вроде бы не ест, чтобы зажевывать. Я думаю, что просто помогает ему сконцентрироваться. Не, не знаю. Просто нравится арбуш с жвачкой. Ну, это вкусно просто, не знаю. Арбуш – это арбуш. Не знаю, почему оно. А вот факты про Цветана Соколова легко обнаруживаются в интернете. В 14 лет весил 120 килограмм при росте в 195 сантиметров. Побороть тогда вес смог благодаря трудолюбию и силе духа. Что, в принципе, не изменилось. Это наше атакующее село. Мы, наверное, все в безумную цицу любим. Он как наш родной армянин. Он выше, волосатее, знает болгарский. Для меня эта команда – это всех. Я очень много раз сказал, что если я сделаю пляточки для одну игру, но мы выигрываем, для меня это не важно. Самое главное, что наконец результат был в нашем пользе. Будем считать, что при зрительских симпатий достался обоим легионерам. Но кто выиграет в баттле? Что об этом думают сами легионеры? Ну, я думаю, что Цветан. Я не так умный. Не знаю, это не главное, кто будет выиграть. Самое главное, что было интересно, надеюсь, что получилось в хорошей игре. И, наконец, надеюсь, что будет равный результат. За это увидим, увидим. Первая часть баттла – угадай портрет игрока «Динамо». Цветан, так же, как и Лаури, не знает, кого рисует соперник. Выиграет тот, кто правильно угадает волейболиста. Вторая часть баттла – угадает. «Динамо» 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 «Пикасо будет рада». «Динамо» 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 «Руси». Я думаю, он нарисует Лаури, но отгадает Сетсу. Ну, потому что он безбашенный, я думаю, он в своей волне, как и все великие художники. Поэтому я думаю, что там получится интересное. Ладно, all-in на Сетсу, все на Сетсу поставлю. В этом корпусе, я думаю, победит Лаури Кемин. Мне кажется, он более творческая такая, тонкая душевная организация натуры. Я думаю, что у него это лучше получится. Это очень хороший. Я думаю, что это Денис. Да, это Денис Бокран. Ты должен видеть волосы. Да. Это самое главное. Здесь волосы, и здесь две татуировки, которые здесь. Я думаю, что это он. И он всегда так идет. Браво Лаури. Браво! Это наш капитан Павел Ананас Панков. Да? Нет! Ну Илья Власовтен. Ананас, это такой волистовка и есть в Панков. Он большой. Панков такой. Он как киуи. Ты знаешь? Кто изображен на этом фото? А. Григорий Лепс. Б. Тимати. В. Егор Крит. И. Г. Филипп Киркоров. Второе и третье. Нет, это первое или последнее. Давай, Филипп, мой друг. Я Филипп Киркоров, потому что знаю, кто он. Он болгарин тоже. Какой вопрос? Это он финн? Финн тоже? Не высокойтесь. Вас тоже мы обложили. Вырезка из какого фильма представлена? А. Особенности национального волейбола. Б. Особенности национальной охоты. В. Брат 2. Г. Зять 2. Ты что, финский? 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 Вилли Хапасова. А? Это легендарный финский актер, который приехал в 90-х. Я не знаю. Русский и финский пугают вместе. Это один момент для меня. Да, это один момент для него. Особенности национальной охоты. Угадайте название услышанной песни. Да, да. Ну, как называется? Давай, давай. Называется? Давай, давай. Нет? Не, не слышу. Не слышу? Ничего. Никакой мюшик не слышу. Какой город, клуб которого выступает в Суперлиге, самый северный в России? А. Краснодар. Б. Новосибирск. В. Новый Уренгой. Г. Деревня Динамовка. Новый Урольной. Ну, я тоже думаю, Новый Уренгой. Потому что на столько километров от Северный полюс стоит. Что такое чак-чак? А. Быстрый танец. Б. Татарская выпечка. В. Имя суперзвезды. Г. Имитация волейбола по-итальянски. Изи. Изи. Нет, потому что я играл в казан. Это чак-чак, это татарская выпечка. Я тоже знал этот вопрос. Мы умные. Да. Десерт. Но плохо, я не нравится. Сухой, очень сухой. Но я знаю, что это. Ну, а теперь проверим вашу грамотность. Напишите слово «Золотая медаль». «Золотая медаль». Хорошо. Надеемся, этот батл принес еще больше сплочения легионерам Динамо, что важно перед главными играми плей-офф. Действующий чемпион страны отказываться от титула не намерен. Но кто в итоге заберет чемпионство? На этот вопрос мы уже совсем скоро узнаем правильный ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова